Гутуклин-Коленин отменили. Исследования стали проводить на макетах летательных аппаратов. Это позволило с ювелирной точностью проводить измерения невидимого для человека мира радиоволн. Я нахожусь в одном из самых закрытых учреждений Министерства обороны России. Второй центральный научно-исследовательский институт «Мозг противовоздушной и противоракетной обороны». При помощи этого уникального эталонного радиолокационного комплекса «Эрик-1» вскрываются все тайны технологии «Стелс». В зоне исследования на высоту 30 метров поднимается цель. Это может быть космический спутник, крылатая ракета или самолет. Летательный аппарат облучает во всех диапазонах частот электромагнитными волнами и составляет его радиолокационный портрет. Своеобразный фоторобот. Благодаря этим исследованиям было доказано, что невидимость имеет свои границы. 13 октября 1968 года президент США Линдон Джонсон отдал приказ о полном прекращении бомбардировок Северного Вьетнама. Это решение было представлено как уступка требованиям американских пацифистов. На самом деле военное командование США пребывало в растерянности. За три года войны в Индокитае советские зенитно-ракетные комплексы уничтожили 3000 американских самолетов. Боевая раскраска под цвет неба и полеты на малых высотах в режиме радиомолчания не спасли от советских средств ПВО. Вы можете на здесь любой маск-халат, да, вас будет невидимо, но вы будете говорить. И вас обязательно найдут. Так и здесь. Если какой-то передатчик излучает на летательном аппарате, то передатчик, конечно, будет, грубо говоря, зафиксирован, запеленгован. Координаты объекта будут известны, и, значит, по нему может быть применено управляемое оружие. В это же время на вооружении советской армии был принят зенитно-ракетный комплекс С-125, специально предназначенный для работы по низколетящим целях. Но решение проблемы невидимости от ракетных средств поражения требовало революционных технологий. Секретно. Срочно. 6 октября 1973 года. Вашингтон. Министру обороны США Джеймсу Шлессинджеру. В территориальных водах Йемена под видом гражданского транспорта появился советский военный плод. По агентурным данным, русские договорились с местным правительством о размещении на острове Перим военной базы. Советские войска могут блокировать Оденский пролив и закрыть проход в Красное море. Руководитель разведывательного управления военно-морских сил США Ричард Койн. В тот же день египетские войска нанесли авиационный удар по военным базам Израиля и форсировали Суэцкий канал. В зоне конфликта были сосредоточены силы военно-морского флота обеих сверхдержав. Между ними началась невидимая радиоэлектронная борьба. В мае 1897 года в Санкт-Петербурге прошли испытания необычной системы сигнализации, изобретенной служащим морского ведомства Александром Поповым. Работа радиолинии была впечатляющей. По указу императора Николая II началось срочное радиовооружение российского флота. Когда было замечено, что когда между двумя кораблями, подержившим радиосвязь, проплывает третий корабль, то связь пропадает. Или когда рядом работает другой передатчик, то возникают помехи, снижается качество радиоприема. То же самое в радиолокаторах. В 70-х годах прошлого века нарушение радиосвязи стало неотъемлемой частью боевой тактики военно-морского флота СССР. Изощренные маневры советских кораблей настолько засоряли эфир, что электронные системы наведения стран блока НАТО теряли ориентиры. И в случае атаки ракеты пролетели бы мимо цели. Все, что мы сегодня относим к оборонной промышленности, в советскую пору традиционно было наиболее наукоемкой и конкурентоспособностью отрасли народного хозяйства. В него вкладывались большие деньги на поддержание, на техническое оснащение, на обеспеченность высококвалифицированными кадрами. Советские моряки, виртуозно владея искусством постановки радиопомех, побеждали в невидимой радиоэлектронной борьбе. В то же время боевая техника, специально созданная для ведения скрытной войны, зачастую уступала противнику. Советские подводные лодки были оснащены самым современным оружием, но грохот двигателей отечественных субмарин разносился под водой на сотни миль, и американские гидрофоны легко их обнаруживали. Сонарный контакт, капитан! Сзади по борту! Американцы, класс Лос-Анджелес! Они идут по своему курсу! На северо-запад! Нас не слышат! Что это? Пение, капитан! Пение? Специальные акустические покрытия и малошубные грибные винты сделали отечественные субмарины более скрытными. Но главной изюминкой стала новая компоновка, предложенная специалистами конструкторского бюро «Малахит». На подводной лодке все шумящие агрегаты расположили внутри специальные рамы, а саму раму закрепили на амортизаторах. Таким образом, к концу 70-х годов модернизированные советские подводные лодки стали практически невидимыми для раскинутой в мировом океане информационной сети слежения стран блока НАТО. Секретно. 15 июля 1978 года. Москва. Начальнику Главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил СССР Петру Ивашутину. По нашим сведениям, компании «Лобхет» выделено 10 миллиардов долларов на разработку нового истребителя. Тактико-технические характеристики нового самолета держатся в строжайшей тайне. Известно название «Стелс», по которому можно предположить, что США приступили к созданию самолета-невидимки. Военные атташе посольства СССР США Михаил Лазутин. Получив эту информацию, представители военного командования обратились за консультацией в Институт Министерства обороны города Калинин. Но его специалисты отнеслись к новому секрету Пентагона на удивление спокойно. Как оказалось, сотрудники Института соревновались в моделировании неневидимых самолетов задолго до поступления информации из ГРУ. И это не просто было на бумаге. Значит, в нашем институте был изготовлен макет самолетов. Размером где-то 17 метров. Вот игра цифр 117-17 метров. Он очень и очень на него похож. Помните, еще и школы закон падения. То есть угол падения и угол отражения, они равны. Поэтому появились плоские формы. В этом случае сигнал уйдет под зеркальным углом и никогда не вернется в приемник радиолокатора. Изучая модели летательных аппаратов в разных диапазонах радиочастот, специалисты института пришли к парадоксальному выводу. На длинной волне самолет-невидимку можно обнаружить так же, как обычный планер. Новейшие советские зенитно-ракетные комплексы С-200 могли поразить его на дальности 200 километров. Если объект вообще не отражает, то есть это абсолютно черное тело в теории существует. Но на практике этого не бывает, потому что все объекты имеют, как мы говорим, ряд дефектов, в кавычках, которые все равно отражают. Абсолютно невидимый объект создать невозможно. Это пропаганда. Именно это обстоятельство стало решающим для невидимки Ф-117, сбитого в небе над Югославией. Плоская форма и специальное покрытие самолета, напоминающее шпаклевку, снизили его заметность, но самой большой проблемой оставались ребра. Места стыков обшивки планера. Они фонили, и радиолокаторы хорошо видели невидимку. Неожиданно американским специалистам попалась научная статья советского ученого Петра Уфимцева. Его идеи позволили Соединенным Штатам не только сэкономить время и миллиарды долларов, но и совершить настоящий технологический прорыв. Оказалось, что еще в начале 60-х годов Уфимцев выявил математическую модель оптимальной формы планера. Это позволило американцам в кратчайшие сроки спроектировать новый малозаметный стратегический бомбардировщик Би-2. Американский бомбардировщик Би-2 также не удивил специалистов 2-го института Министерства обороны. Проводя кропотливые исследования радиолокационных особенностей летательных аппаратов, они выяснили, что технология снижения заметности очень капризная. Малейшее изменение конструкции, даже новая гайка сводит на нет всю работу. И для радара самолет-невидимка становится обычным планером. На этом основании некоторые военные аналитики стали утверждать, что внедрение технологии стелс, которая обошлась Соединенным Штатом в несколько миллиардов долларов, было спланировано